Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Болтком» программы «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. Рада вас всех приветствовать. Надеюсь, что вы слушаете нас сейчас онлайн. А кто не успеет послушать нас онлайн, послушает нас потом на всех подкастах Spotify и Apple Podcast. И можно будет посмотреть программу на YouTube, потому что сейчас идет запись из студии. И потом она будет выложена на YouTube RadioBoltcom. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите свои комментарии, потому что мне очень важно, в том ли направлении я вам рассказываю о новостях театра, о том ли я вам говорю, о том, что вам интересно. Может быть, вы мне подкинете какие-то новые идеи, о которых я смогу почитать, а потом рассказать и вам. И поделиться со слушателями какими-то вещами, которые проходят пока, например, вне моего поля зрения. Сегодня я здесь в студии одна. Я вернулась из Праги, где сейчас проходит небольшой фестиваль Palm of Fest, называется. Встретила там Занна Крайцберга. Она вчера участвовала в большой дискуссии этого фестиваля, потому что помимо показов спектаклей в фестивале, также обсуждаются вопросы взаимоотношений между театральными деятелями разных стран. Этот фестиваль, который проводится таким театром под Палмовкой, это район в Праге, этот фестиваль объединяет в своей программе и участников приглашают из стран Центральной Европы. Это его основная задача этого фестиваля – сохранить те связи, которые были, ну так скажем, в странах Восточного блока европейского. Те страны, которые 30 лет назад стали жить новой жизнью и до сих пор ищут свои какие-то коды культурные, идентификацию проходят, и общества меняются. Ну и в общем и болезни во многих обществах одинаковые, это все отражается на культуре, в первую очередь на театре. И это все обсуждалось вечерами после спектакля, а смотрела я два спектакля польского режиссера Яна Клятой. Его же спектакль «Король Лир» сейчас показывают в Санкт-Петербурге в рамках Театральной Олимпиады, так что имя Ян Клята запомните. Это польский режиссер, очень интересный, ставил свое время во МХАТе. Вот от МХАТа я перейду немножко тоже к фестивалю, вернусь к фестивалю «Территория», о котором я рассказывала, потому что вот на этих днях в Москве в рамках фестиваля «Территория» и в преддверии фестиваля Брусникина, который будет проводить театр «Практика» в ближайшее время, открылась выставка памяти актера, режиссера, педагога Дмитрия Брусникина в Ермолаевском приулке Музея современного искусства Москвы. Выставка большая, многоэтажная, там воспоминания, фотографии, архивы. И его ученики всех лет в школе-студии МХАТ участвуют, его друзья. Вот сегодня вечером будет выступать, вечер будет такой Александра Феклистова. Поэтому это все очень интересно. Если кто-то собирается в Москву, имейте в виду, я вам очень рекомендую посетить эту выставку. Еще скажу два слова об одном событии, про которое я не могу не вспомнить, прежде чем перейду к основной теме программы. В эти дни в Москве, ну и в России, это дни памяти Нортоста. Для меня, как человека, который работает в театре, мне очень жаль, что Нортост вошел в историю не как большое событие российской культуры, которым оно, несомненно, являлось, а как террористический акт, прошедший в истории страны. Потому что, если говорить о том, чем стал Нортост для культуры и чем он не стал, к сожалению, он не стал той точкой отсчета новых возможностей российского театра, которые зарождались в начале 2000-х годов, когда общество изменилось, когда появилось очень много нового опыта и когда действительно на основе литературного произведения очень романтического «Два капитана», отважные поэты и музыканты, продюсеры этого спектакля, авторская песня Васильев и Ивашенко, они создали этот мюзикл. И это было очень качественное произведение искусства, и, к сожалению, оно просуществовало около года и погибло таким вот страшным образом. То есть помимо человеческих жизней, которые унес этот теракт, он еще уничтожил самое начало, самое развитие совершенно другого иного театра в России. Так что вспомним об этом тоже сегодня. А сейчас я хочу сказать о очень интересных вещах, которые происходят в двух странах Балтии, в Эстонии и в Латвии. Это, несомненно, большой фестиваль «Золотая маска». Их, собственно, два. Один называется «Золотая маска» в Эстонии, второй называется «Золотая маска» в Латвии. Но, естественно, они объединены одной исполнительной дирекцией международных проектов фестиваля «Золотая маска» в Москве, который возглавляет очень много лет Тамара Арапова, московский такой центр вот этих международных проектов. В Латвии сейчас группа театра Пушкина путешествует по разным странам, ой, по разным городам, простите, по разным странам, по разным городам, со спектаклем «Обещание на рассвете», в котором играет Александр Урсуляк и Андрей Завадюк. Вот сегодня они возвращаются из Лейпая. До этого они были в Резекне и в Энспилсе. Этот спектакль у Риги не показывался. Он показывался вот в трех городах Резекне, Венспилс, Лейпая. И, как я вот сегодня разговаривала с Тамарой Араповой по телефону, везде был полный аншлаг, и люди даже из Риги ездили, кто-то в Резекне, кто-то в Энспилс, кто-то даже в Лейпаю приезжал. Но в Лейпаю очень быстро раскупили все билеты. Именно для того, чтобы посмотреть этот спектакль, который, к сожалению, нельзя было показать в рамках общей программы в Риге. Но это вот такой повод для рижан выехать в другие города своей страны. Сегодня в театре «Дайлес» будет показан спектакль «Сережа» Московского художественного театра в постановке режиссера Дмитрия Крымова. Дмитрий Крымов приехал сюда на спектакль, и он также провел мастер-класс в Академии культуры здесь, в Риге, для тех, кто занимается театральным искусством. Сегодня будет встреча с большими артистами, с большим спектаклем. Это, так скажем, сценическая фантазия художника Дмитрия Крымова. Он художник, в первую очередь, и режиссер, и педагог тоже потрясающий, у которого выросло несколько поколений и театральных художников, и артистов. Он воспитал на тему, на историю Анны Карениной. Только эта история не про Анну, а история части ее семьи. Вот больше про мужа и про сына. Такой взгляд с другой стороны. Это очень интересная интерпретация, на самом деле, потому что одно из самых знаменитых таких произведений в театре – это пьеса Тома Стопорта «Розенкранс и Гильденстерн. Мертвы», где пьеса Шекспира «Гамлет» показана с другой стороны. Мы наблюдаем не за главными героями Шекспира, а за теми, кто проходит по обочине, за его студенческими друзьями – Розенкрансом и Гильденстерном. Это такой перенос света, перенос взгляда за кулисы основной истории. Вот мы сегодня, кто счастливчики, успел купить билеты и попадет сегодня в Далес, сможем увидеть это в интерпретации режиссера Дмитрия Крымова в Далес. А еще я хочу сказать о том, что вот эта программа «Золотой маски» в Латвии, она в этом году 14 лет отмечает. В следующем году будет юбилейный 15 сезон. Уже 9 лет как «Золотая маска» выезжает в Энспилсе, 10 лет как она выезжает в Лейпаево. В этом году впервые поехали в Резекне, поэтому вариантов еще впереди много. Я надеюсь, что «Золотая маска» будет еще больше и больше привозить и больше показывать в Латвии. А я хочу сказать о том, что в Эстонии в этом году уже 15-й год. Это юбилейная программа, и она немножко отличается от программы в Латвии, поэтому, в общем, собственно, можно даже выбирать себе какие-то варианты и ездить не только по городам Латвии, а на один денек сбегать, так скажем, в Таллин. Потому что, например, Театр Муссовета не приезжает в Ригу, театр музыкальной комедии «Петербургский» не приезжает в Ригу. Но в Таллине также показан спектакль «Сережа» и также приезжает Большой драматический театр Товстаногова со спектаклем «Слава», который потом можно будет посмотреть в Латвии тоже. Я хочу обратить на это ваше внимание, потому что, по-моему, там еще какие-то билеты есть. Он будет показан в здании, на сцене оперы. И это спектакль возрожденного БДТ после нескольких довольно долгих лет пребывания в таком ожидании нового движения творческого. После того, как пришел режиссер Андрей Могучий, после того, как был завершен большой ремонт в здании БДТ в Санкт-Петербурге, очень много новых режиссеров приглашает Андрей Могучий для того, чтобы делать спектакли со своей труппой. И вот здесь старую пьесу 30-х годов в новом звучании поставил Константин Богомолов в Санкт-Петербурге. Поэтому обратите внимание, посмотрите, потому что на спектакле «Мужья и жены», который привозит Московский художественный театр в Ригу, уже, по-моему, билетов нет. А в Эстонии в этом году, в юбилейный год, в 15-летие «Золотой маски» это не только программа спектаклей фестивальных, которые привозят тоже не только в Таллинн, но и в другие города Эстонии, но еще и очень известная лаборатория, которая прошла так немножко затактово в начале октября этого года. И несколько дней в Театре русской драмы в Таллине проводилась лаборатория современной российской драматургии. Это было пять пьес, которые были отобраны. Были такие творческие команды, которые готовили эскизы. Был большой круглый стол, на который приехали режиссеры и драматурги из России. Вела этот стол критик Кристина Матвиенко. И самое главное, что эти эскизы, которые были показаны потом на малой сцене Театра русской драмы, они, в общем, будут взяты, видимо, театрами Эстонии в свой репертуар. И уже дальше эти режиссеры, которые показали эскизы, будут делать уже полноценные спектакли. Мы сейчас послушаем комментарии руководителя русского театра в Эстонии, режиссера Филиппа Лося. Он расскажет о том, как эта лаборатория была и какой у нее результат. Значит, в результате там, собственно говоря, все пять было режиссеров эстонских, но в последний момент у одного из молодых эстонских режиссеров возникли проблемы с актерами. И пьесу Павла Пришко делала наша актриса Татьяна Космынина. И это, конечно, был просто героический поступок, потому что спустя несколько дней после лаборатории она стала мамой. Все успела. Молодец. Удивительно, конечно. Значит, это проект, который называется... Это проект, который назывался «Современная русскоязычная драматургия. Молодые эстонские режиссеры». Этот проект в перспективе имеет какую-то цель? Или это был просто лабораторный опыт? Конечно, имеет цель, потому что в эстонской театральной среде интерес к современной русской драматургии, он растет, очевидно. И до нас еще, собственно говоря, театр «Угола» делал подобную лабораторию, и я сам в театре «Раковеря» делал ту же современную русскую пьесу. И чтобы продолжить это соприкосновение молодых начинающих эстонских режиссеров современной актуальной русской драматургии, «Золотая маска» предложила нам вот это совместное мероприятие, лабораторию. То есть, был серьезный отбор, то есть, кураторы «Золотой маски», в первую очередь, Алена Инкелевич, предложила пакет из 20 пьес. Первичный отбор мы делали втроем, то есть, Светлана Янчик, руководитель фестиваля «Золотая маска» в Эстонии, я, Калик, крупнейший театровед и театральный критик Эстонии, председатель Совета Русского театра и я, мы делали предварительно отбор пьес, отобрали 10 из них, сделали, подготовили синопсисы и перевели на эстонский язык, чтобы молодым режиссерам эстонским было удобнее выбирать. Они отобрали, соответственно, уже 5 пьес, все 5 пьес были переведены на эстонский язык, и дальше уже началась работа. То есть, переведены в результате не 10, а 5 пьес, но к 10 есть синопсисы на эстонском языке. То есть, представить, в общем, что такое современные другие, можно через синопсисы к 10 пьесам. И есть 5 полноценных текстов, которые, независимо от того, будут ли они поставлены у вас, могут быть поставлены где-то еще по эстонии. Да, да, мало того, скажем так, даже русский театр, он скорее был просто одним из хозяев мероприятия. Мы не ставили какую-то корыстную внутреннюю цель. Наоборот, это было открытое мероприятие. И я знаю, что уверен, что результатом будут, прежде всего, постановки современных русских пьес в эстонских театрах. Ну, потому что есть переводы, которые появились благодаря вашей программе. Есть переводы, и главное, есть интерес. Это видно, потому что практически все руководители крупнейших эстонских театров были на этой лаборатории. И я вижу, что уже и велись переговоры, и я понимаю, что, допустим, пьеса «Стешика спички», по всей видимости, поскольку она была и сделана силами актеров эстонского драматического театра, по всей видимости, это уже конкретный план. И пьеса с училища Андрея Иванова тоже очень понравилась. Которая сейчас приедет на «Золотой Московский» с «Стешкинского театра». Да, 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 в том-то и дело. И руководители театра «Уголы», я так понимаю, даже… Да, да, они даже уже, вот Светлана Янчик мне говорила, что они прям тут же забронировали несколько мест на спектакль, и они хотят посмотреть. Что у вас получилось у театра имени Пушкина Московского, да? Да, да. С тем, чтобы как-то думать о том, как это может быть дальше. Да, и я думаю, что пьеса Данилова, Серёжа, очень тупой, тоже наверняка… Ну вот, и ещё, значит, мы перечислили Константин Стешек, Данилов… Данилов, Андрей Иванов с училища, да. Четвёртая какая? Четвёртая – это пьеса Павла Пришко «Сосед». А, это «Сосед», который был сделан в экстренном порядке. Да, «Сосед» как раз был в экстренном порядке. Карл Лаумец, но делал с актёрами русского театра. То есть, в принципе, уже как-то предварительно с явным прицелом, чтобы мы с пьесой работали. То есть, не на эстонском языке он сделал? Но она переведена при этом на эстонский? Она переведена на эстонский, и просто кроме него ещё две работы были сделаны тоже на русском языке, на языке оригинала, но вот… А какие ещё были сделаны на языке? На языке оригинала был «Сосед», естественно, который делали наши артисты, и на языке оригинала был Серёжа очень тупой. А его кто готовил? Его делал Карл Сакриц, это молодой режиссёр, который заканчивал в Вилленде театральный курс, и в этой работе было много его однокурсников, потому что они работают сейчас в нашем театре, и они как-то… Ну, вот вместе, плюс привлекая актёров старшего поколения, и привлекли они ещё одного эстонского парня, и сделали в результате вот пьесу «Серёжа очень тупой». Ну, то есть, я понимаю, что ваша роль не ограничилась просто площадкой презентации, вы всё-таки участвовали ещё и вполне сильно своими актёрами. Ну да, да. И в перспективе имейте в виду, что, может быть, один спектакль будет у вас, если другие спектакли могут разойтись по другим театрам Эстонии, то один вполне может быть у вас. Ну, это всё интересно, надо к вам ехать тогда на премьеру. Зовите, мы организуем группу из Риги. Да, спасибо, конечно, конечно. Ну, я напоминаю о том, что очень жду ваших комментариев по тем темам, которые, возможно, я не успеваю охватить, и они находятся вне моей какой-то части моей жизни. Я буду очень вам признательна за эти рекомендации, с удовольствием буду изучать что-то новое для себя. Напоминаю, «Золотая маска» в Латвии сейчас, не пропустите. Впереди ещё десятилетие театра Нагертруда, с которым мы будем говорить в следующей программе. Всего вам хорошего, без антракта. Подписывайтесь, читайте, комментируйте. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»